Виталий, а вот получается, там сколько он из диаметра 200, да, кажется, за бурбом будет? Ну, у нас примерно за бурбом нет. Сам бурбом 300. Да, да. Ну, как бы расшатывал, я не знаю. До настоящего времени документация, но не с чем сравнивать. Пап, что сравнивать? Исполнительной документации нет. Мы же вначале разговаривали о том, что если есть крытка работы, сперва потом приступаем к последующему этапу. Сперва мы принимаем закладные. Игорь Васильевич, наши с вами договоренности в самом начале по сей день еще в воздухе. Вообще я не понимаю, где у меня что. Первый день общения мы здесь встретились с главой города. Значит, здесь обсуждали... Давайте мы уходим от темы. Нет, мы не уходим от темы. Я от темы, я говорю, исполнительная документация, где работы выполнены. Дальше работать нельзя, потому что исполнительной нет. В актах стоит работ, есть графа, что заказчик разрешает или запрещает следующий этап. Следующий этап – это замонтаж шаху. Я не могу без исполнительной подписать такой пункт. Мы поэтому и стоим, ждем, пока это все произойдет. Потому что первый день... Так, где исполнитель? Вы вчера мне обещали до обеда исполнительных пришла. Игорь Васильевич, дайте мне возможность, я вам отвечу. По исполнительной документации, по графику работ должен был произойти сейчас здесь демонтаж всех существующих опор. На первом совещании, где мы здесь проводили, было принято решение о целесообразности оставить все эти виды работы. С последующим мы установим новые опоры, а потом снесем, ну, ремонтируем существующие. А на следующем совещании еще раз утвердили это, поэтому мы оставили техника здесь 2-3 недели стояла, ждала. Все нормально, как бы работаем и работаем. А на последнем совещании, где меня не было, я отсутствовал, было принято решение о рассмотрении возможности расторгнуть контракт с Арт-Хаусом. То есть, как вы понимаете? А понять так, что сроки вами не выдержаны по демонтажу, по заливке и демонтажу. Мы говорили, что... Это неправда. Было принято решение извинить опоры по оседине. Давайте я договорю. Ну, хорошо. В связи с тем, что сроки уходят, работа не движется, и опоры не стоят. Главное, относительно договора, что... Какие опоры? Новые. На которые можно было бы потом перекидывать сети, по которым вы написали письмо. Где нас просите обесточить и снять провода? Подождите, где опоры? Скажите, пожалуйста, какие опоры установить нужно? Имеется... Мы когда договорились о том, что... Мы когда решение принимали о том, что опоры старые остаются до момента, для того, чтобы минимизировать затраты, да? Чтобы провайдеры могли спокойно на готовые опоры... Ну да, если не вернуть, это имеет значение. Да, чтобы сроки и вам, и вам, чтобы если вы тянули, я предлагал сразу, тянете и сразу устанавливаете светильник. Пышка один раз работает, не два, не три раза. Мне, как говорится, ваши затраты не считают. Я думаю, что внутреннюю коммерцию мы сами как-то разберемся внутренне. Да, я говорю, мне интересуют сроки, понимаете? Вы только обещаете. Я говорю, вы вчера обещали. Я от вас еще не получил опоры. Какие опоры? Исполнительную, исполнительную. Предъявите, чтобы по выполнению опоры. На что, исполнительную, на что? На монтаж, которые вы уже принеслили. Хорошо. На монтаж. Вынуждены сегодня, исполнительного нет, поэтому мы вынуждены на сегодня предъявить попытки изъять сделанные вами закладные и проверить по факту, сколько соответствует ли. Глубина заливки бетоном. Вы, пожалуйста, проверяйте. Если там не будет, как по плану, да? Бурение даже происходило в решительстве вашего представителя. Бурение происходило, я еще раз говорю. Что глубину? Кто глубину мерил? Кто каким образом вымерялась глубина подготовленной лунки? Какая должна быть глубина, согласно проекту? Такая, скажите. У меня полтора метра, мы углублялись, метр семьсот, метр восемьсот заливали бетоном. Потому что обратно там засыпывали, мы на всякий случай углублялись туда. Полтора метра у меня глубина закладной детали. По проекту нету даже узла. Мы же, что по факту? Какой СНИП вы, может быть, сошлетесь на какой-то СНИП, который есть в проекте? Я сейчас говорю про бетон, про уплотнение. Вы проводили уплотнение бетонной смеси? Бетонная смесь по строительным нормам и правилам. Да, она должна уплотняться. Давайте уплотнение проверим, наверное. Вы у меня спрашиваете? Я говорю, да, вы проводили. Я говорю, что не проводили. Чем вы проводили уплотнение? Ну, поэтому, наверное, чтобы я не говорил, да, а вы нет. Сейчас доломить нам скажет свое мнение. И потом еще сошлитесь, пожалуйста, на СНИП и на проект, чтобы я тоже понимал, где у меня. Вы не будете ничего выдумывать, придумывать. Нет. Приборки, что показал вчера? Ну, вы покажете приборку. Ну, на ровной порядке. То есть мы не можем никаких гарантий дать на то, что... А что является подтверждением соответствия? Бетон... Ведение... Нет, я... Ведение... Мы разговариваем о том, что ведение журнала бетонных работ должно быть и присутствует бетон. Кубики должны отбираться? Ну, нет. Если вы произойдете ссылку на стратегии нормы права, я говорю, должны после каждой партии бетона отбираться соответствующее количество кубиков. Соответствующий размер. Для того, чтобы лаборатория могла проверить на сжатие, на и прочие вещи произвести. Давайте отрежем кубики. Что предлагается? То есть, еще раз, куда мы ссылаемся? Предлагается, если я работаю в соответствии со СНИПами строителей Луны, про которые вы спрашиваете. Это я должен спросить, каким СНИПом вы использовались при... Вы говорите... Я говорю, что я не верю, я не верю ни к качеству выполненных работ. Я говорю, чем вы уплотняли смесь бетонную? Чем? А как это проверить, Игорь Васильевич? Да, просто даже визуальным контролем. То есть, когда применяется штыкованием или вибратором, она совсем другую поверхность имеет. Игорь Васильевич, еще раз. Бетон открыт. Можно сейчас это проверить. 21-й век. Представитель лаборатории говорит... Вы говорите о невозможности этого. Вы скажите, что нужно сделать мне? Все это сдернуть? Я проверю. Установка несиловых опор. Что вообще? Установка несиловых опор. Компания, посмотрите. У нас сейчас получается, что мы опоры делали более усиленно. То есть, вы делаете? Ну, я еще не знаю, но... То есть, вы их еще не изготовили? Я не получил ни одного документа по сей день с изменением стоимости. А может, вы вообще скажете, что опора усиленная, стоит теперь не 10 тысяч рублей, условно говоря, да, как по смете, а 5 тысяч рублей. Я должен вынужденно согласиться. Когда у вас получается, что мы сегодня говорили, документы подписаны на эти усиленные опоры? Мы же усиленные опоры делали. Мы сейчас от инноваций должны получить информацию о том, что мы сейчас... Для чего мы принимаем решение изъять 2-3 опоры, чтобы понять, чтобы инновация нам согласовала или не согласовала производство, то, что уже по факту сделано. Потому что те опоры, которые сейчас им изменением, да, они более тяжелой конструкции. Я про это и говорю, да. Так вот, а я теперь и говорю, что как я могу... Есть проектанты, я... Ну, смотрите, я не говорю, что ты, которые более тяжелые опоры, то есть официально никаких документов не поступал. Я, да, официально никаких документов не поступал, но вопрос-то в другом. Изначально проектом предусмотрены несиловые опоры ОТФ-159 с переходом на 102. Есть определенный ГОСТ, который нужно выдержать. На эти опоры несиловые вы требуете... Это то же самое, что вот сейчас проектом вместо бордюра предусмотрели поребрик, а потом требуется, что этот поребрик должен выдержать нагрузку бордюра. Ну, я как сравнение говорю. Но это тоже нужно учитывать, наверное. Вы сейчас В-15, В-25 сейчас в офисе обсуждали, в суде, в администрации. То есть, ну, если нужно найти крайнего, Игорь Васильевич, это другой вопрос. Если нужно этот вопрос разрешить, решить, я вам говорю, бетон открыт, можно проверить на блок. Если крайнего было найти, уже было... Ну, Игорь Васильевич, тогда давайте... Я не крайнего еще. Я предлагаю мыслить в направлении, что сделать, чтобы это стало возможным. А не что сделать, кого убить, выдернуть. Вы говорите, вынуждены выдернуть все опоры. Ну, давайте выдернуть. А как мы сейчас проверим факт выполнения? Сколько? Только выдергиванием, да? То есть, это единственный вариант. Выдернуть это все, заново сделать? Предложите, предложите, как мы сейчас замерим губину, бетон, насколько залита и прочее, и качество бетона. Как скрытых работ? Как вы предложите? Я говорю, все работы проводились в присутствии вашего представителя. Кого? Я приехал в воскресенье, вечером. А кто у вас представитель? У нас Павел. Ну, а о ком я могу говорить? Павел, ты присутствовал в предзаливке? А, при бурении? При бурении, да? А, при заливке не было. Кто мерил губину? Был замер? Нет, нет. Ну, сколько там было? У меня-то где-то 770. Ну, оно варьировало. Да там мы в процессе яму даже выкопали, у нас даже шнек показывал, на какой глубине он забыл. Я еще раз говорю. Поэтому для того, чтобы вопрос решить, мне нужна исполнительная. Для того, чтобы в проект... Вы исполнительную, я вам предоставлю. Да, я вчера это слышал. Вы мне обещали, не я же обещал, вы же мне обещали. Я найду, да. Вы исполнительную документацию. Вы, наверное, акт спринтных работ, да, чтобы подписать... Я беру исполнительную, а исполнительная акт, работа как раз в составе, в исполнительной документации. Вы мне сказали, я сейчас найду... Я вам вчера не мог, Игорь Васильевич, обещать, потому что если вам нужно... Тогда я пойду, проверю. Работы, 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 пока продолжение. Я предоставлю новую грамму. Я вам еще не, как бы не пришел, на сдачу не готовить. Значит, это... Павел Сергеевич, раз вот такие идут высказывания, да, все устные прекращаем переписку, всю переписку письменно, запросы и ответы, и подживаем к материалам по благоспросу в части электростанжения, освещения. Так письменно ведется. Я вижу, как письменно ведется. Игорь Васильевич, на ваше высказывание еще раз скажу, это уже, еще раз отметив то, что мы обсуждали в устном порядке демонтаж, отсутствие необходимости демонтировать оборы согласно графику, два раза обсуждали на совещании. Третий раз мне пришло уже предписание, что чуть ли не вы срываете контракт со мной, разрываете контракт, из-за того, что я не следую графику. Это я должен сказать, что все наши совещания должны быть письменным порядком, а не в порядке. Так пишите, я же о чем и говорил в самом начале. Субтитры сделал DimaTorzok